В детском саду запела утренняя пташка. Именно так учит воспитанников детского сада воспринимать пожарную сирену. Без паники и толкотни малышей быстро эвакуируют на улицу через запасные выходы, которые имеются в каждой группе. Ребят, скажите, а что у вас случилось? Пожар! А вы знаете, куда бежать при пожаре? И есть запасной выход! Вас кто вывел? Воспитатели! У нас сигнализация не речевая. Так как дети ясельную группу, она у нас такой специфический звук, как птичка поет. Поэтому дети уже знают, если птичка запела, надо играть, надо эвакуироваться, надо бежать на улицу одеваться. По пожарной легенде в музыкальном зале детского сада произошло возгорание из-за короткого замыкания. Сильное задымление, срабатывают датчики, сигнал поступает в центральный пункт пожарной службы. Сотрудники сада обесточивают здание. На место прибывает подразделение пожарной части номер два. Пожары в зданиях с пребыванием большого количества людей считаются самыми опасными. Детский сад не исключение. В момент возгорания здесь находилось 150 детей, не считая почти полсотни персонала. Спасатели убеждаются, что в здании никого нет и приступают к тушению пожара. Данная тренировка проводилась с целью отработки действий пожарных подразделений и отработки действий персонала детского сада по эвакуации детей. Также срабатывание сигнализации в данном учреждении. Время прибытия пожарных подразделений зависит от расстояния подразделения удаленности. То есть данное подразделение в пределах двух километров находится от данного учреждения по времени минуты 4-5 минут. Нормативное время. Время эвакуации? Время эвакуации 4 минуты. Дети эвакуируются намного быстрее. Занятия по учебной тревоге проводятся в дошкольном учреждении номер 9 каждый месяц. Слаженные действия персонала детского сада получили положительную оценку спасателей. А это значит, что за пребывание детей в саду родители могут быть спокойны.